Ну давайте похлопаем. Я, честно говоря, не очень был готов к этому, но на ум ничего лучше, уж простите меня, не приходит мне. Вчера один замечательный актер, Владимир Владимирович Антоник, это потрясающий советский актер, актер озвучания, я уверен, что все вы его знаете, рассказал мне один замечательный анекдот, очень современный. Могу поделиться им с вами. Вчера съездила в сервис, сказали ждать две недели, деталь стоит 25 тысяч, гарантии не даем. Поехала в гаражи, сделали за две минуты, заплатила полторы тысячи, сказали будет ездить вечно. Сегодня надо идти в поликлинику, думаю, пойду-ка я лучше в гаражи. Ну, надеюсь, у вас не будет такого выбора. Ну так что, две минуты, или все-таки продолжаем? Не слышу. Еще минута. Больше анекдоты на этом закончились. Ну, вообще, я хотел бы сказать, что сегодня, с моей точки зрения, было очень много интересного. И я, помимо всего прочего, то, что заведу эти соревнования, я еще являюсь преподавателем Щерпинского училища, преподавателем фехтования. И мне были интересны некоторые технические прорывы этих соревнований, за что я всегда радею, за точность, за скорость и за сиюсекундность существования. И мне кажется, что сегодняшние соревнования в какой-то степени сделали шаг вперед. Но это мое мнение. И, конечно же, мне очень понравились эти замечательные мальчики и девочки, которые фехтовали. И я сидел, смотрел на них, у меня снова двое дочерей. Я думал, да, все-таки надо, надо их отдать на фехтование, чтобы они тоже фехтовали. Тем более, чтобы папа это ухал. Ну, я думаю, что нет, ничего. Сейчас я буду разбираться. Так. Следующая команда, которая у нас будет поступать, это школа средневекового европейского фехтования Краденда Видас. Постановка «Волю судеб». Исполнители...